Друзья, всех приветствую! Добро пожаловать на мое новое видео! Сегодня я его начинаю необычно, из машины, обычно всегда это делаю из дома, просто сегодня у меня, так скажем, выходной день, и вчера был, и вообще уже 4 дня, потому что я недавно закончил челлендж, как я думаю, большинство из вас видели, и пока что я нахожусь в таком режиме, немножко отдыхаю, короче, вот. Что сегодня будет в этом видео? Как вы просили, как вы и хотели, я вас услышал, сегодня не будет ничего рабочего, я сделаю этот видос в таком немного формате лайва, что я хочу сделать? Как вы знаете, я дошел в своем челлендже с 10 тысяч до миллиона, вот, сейчас эта сумма уже немножко больше, потому что я еще вчера поработал, сейчас уже миллион 102 тысяч у меня на балансе, вот. Я сейчас хочу вывести 210 тысяч рублей, вот, потому что мне эта сумма, ровно сумма, ну, там, ну, я хочу купить ноутбук, короче, он стоит 206 тысяч рублей, вот, выведу 210, покажу вам, как происходит процесс вывода денег, покажу сами деньги, покажу процесс покупки, распакую ноутбук, потому что я думаю, я очень люблю технику, не знаю, кому из вас тоже это нравится, но распакуем, покажу, что купил, вот, и поотвечаю на ваши вопросы самые популярные, которые вас всех интересуют, вот, это уже будет, когда я вернусь домой, ну, и в целом немножко просто стараюсь что-то показать, вот, кстати, смотрите, ламба стоит, я сейчас нахожусь на парковке, вот, это, по-моему, мыл-строй машины, если я не ошибаюсь, если кто-то знает, мыл-строй такой блогер, а может и нет, хер его знает, но прикольно, она очень дорого стоит, ну, я на такой, кстати, ездил, вот, мне не особо нравится, очень жестко, вот, что тогда, давайте начинать, кстати, давайте покажу еще, время 17, давайте для начала переключусь вот так вот, на, вот так, вот такой режим съемки, вот, 17-12 время, сегодня 14 мая, вот, давайте зайду на брокера сейчас, и прямо при вас буду все делать, чтобы не вывести деньги, мне нужно зайти в раздел выводы средств, где он, я уже тогда не выводил, забыл что-то, стоп, а, касса, вот, касса, дальше вывести средства, блин, неудобно немножко снимать, надеюсь, вам все видно хорошо, может быть, стоит яркость понизить, ой, да, вот, вот, другое дело, все, выводить средства, сейчас буду выводить, я буду в крипту, потому что я пользуюсь криптой, вот, также можно вывести на СБП, на карту и на любой удобный способ, я буду пользоваться криптой, вот, да, нажимаю тезер, получить, вот, тезер, это криптодоллары, то есть я буду выводить, грубо говоря, в долларах себе на криптокошелек, вот, сейчас я вставлю свой криптокошелек, поскольку его показывать нельзя, я это сделаю и продолжу, вот, я ввел свой кошелек, вот он начинается, я не могу его показывать, потому что, как, наверное, мало кто из вас знает, но в криптопространстве свой кошелек нельзя показывать, потому что там есть свои причины на это, это небезопасно, вот, я вам потом объясню, почему, сумму я, вот, ввел 210 тысяч рублей, сейчас я немножко отведу камеру, вот, чтобы не было видно кошелек, все, я отлиснул, вот, 210 тысяч рублей, сейчас я нажимаю получить и так прикрою, чтобы на всяких случаях ничего не было, так, все, спасибо, ваша заявка на выплату успешно зарегистрирована, жму окей, блин, не знаю, видно было или нет, если что, замажу, так, сейчас я вот так сделаю, ладно, давайте я лучше отведу, дальше жму история транзакций, история транзакций, вот сюда я нажал, так, грузится что-то, все, вот моя транзакция появилась, заявка 210 тысяч рублей, а на ТРЦ 20 теперь, вот, это 17.14, теперь мне нужно просто подождать, я не знаю, сколько займет вывод, но сегодня, в принципе, вторник, рабочий день, я думаю, должно быстро все сделаться, в любом случае, я сейчас приехал в торговый центр, пойду сейчас погуляю, пойдусь по своим делам, вернусь, это где-то через час будет, может, или поменьше, вот, и посмотрим, придут деньги, не придут, в любом случае, все буду показывать. Короче, ребята, я уже домой приехал, время 19.17, деньги еще не вывелись, вот, жду, 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 в целом, я могу и так сейчас поехать купить ноутбук, у меня есть 200 тысяч рублей, как бы, и без этих выведенных, но я хочу показать, как бы, чтобы все было как надо, вот, пока не пришло еще, не знаю, сколько, может быть, завтра придет, но надеюсь, что сегодня, в принципе, я могу приехать за ноутбуком до 10 часов, поэтому еще есть время, в общем, буду держать вас в курсе, короче. Сейчас вот так вот, раз, пальцем прикроем, вот, может, сейчас так буду показывать, депозит подтвержден, сумма, вот, 2245 долларов мне пришло, 2245 долларов, вот, здесь адрес мне нельзя полить, UDT-адрес, вот, и время, время подтверждения, 20... 14 мая, вот, 17.51, почему 17.51, непонятно, так, сейчас я зайду в это уведомление, так, 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 а, ну вот, все правильно, прикрыла, так, пальцем, вот, 2245 USDT, это в долларов, 1 USDT равно 1 доллар, вот, время 20.50, то есть, 6 минут назад пришло, я там еще кушал, сейчас сидел, услышал звоночек и прибежал, сразу увидел, что прилетело, короче, вот, первый шаг, мне пришло сейчас вот такая вот сумма в USDT, теперь моя задача эти USDT обменять на рубли, курс сейчас, сейчас я зайду в калькулятор, вот, курс сейчас, я уже считал, 2250, короче, может, на 93,5 сейчас примерно курс, вот, мне пришло примерно 210 тысяч, еще чуть больше, я сейчас, первым делом я еду в обменник, сейчас поменяю эти свои крипту, которая мне пришла на вот такое количество рублей, и дальше поеду за ноутбуком, поэтому я погнал в машину, поехали. Все, я в машине, время 21.02, сейчас жду, пока прогреется, хотя она и так прогрета уже, вот, не успела остыть с моего, предыдущего, с моей предыдущей поездки, мне нужно успеть до 10 часов, потому что продавец, кого я буду забирать ноутбук, до 10 часов, вот, либо же я, конечно, с ним договорюсь, но времени мало, поэтому выезжаю. Приехал я в Москва-Сити, чтобы не менять. Все, ребята, я доехал до точки назначения, глушу машину, сейчас я пойду менять крипту на деньги, получается. Все, друзья, я вернулся в машину, теперь у меня на руках 210 тысяч рублей наличными рублями. Я потом, когда вернусь домой, все расскажу, как все проходило, как можно было по-другому сделать, не переживайте, пока что я просто показываю сам процесс. Все, сейчас я отправляюсь за ноутбуком, время, в принципе, еще нормально, 21.33. Все, друзья, вот он, лежит у меня в багажнике, я его забрал. Теперь сейчас, как приду домой, будем распаковывать. Я вернулся домой, и того времени сейчас 22.10, вот, я успел прям под закрытие приехать, забрал. Сейчас будем распаковывать вместе его и смотреть, что там. Так, я тут как-то соорудил на диване конструкцию, чтобы держалась, вроде нормально. Сейчас, может, так, понеже опущу. Вот, короче, ноутбук, коробка помятая, типа так, ну, сейчас завозят, сейчас же санкции, возят все серые, вот, это, по-моему, американская версия, хер его знает. Короче, это MacBook Pro на процессоре M.2 Pro, 16, короче, на 16 гигабайт оперативки и терабайт памяти. Вот, вышло у меня в 206 тысяч рублей. Вот, открываю. Так, надо, чтобы все видно было. Так. На самом деле, пленку у меня уже открывали, потому что на него наносили эту гравировку, потому что русской клавиатуры у него не было. Снимаю вот такой. Чикс. Вот он. В принципе, то же самое, что у меня сейчас, грубо говоря. Вот, выглядит он не очень похоже. Видите, цвет одинаковый я взял. Такой же. Вот, этот на 14 дюймов. Короче, надо его открыть, чтобы он запускался. Чикс. И вот так надо сделать. Пренку. Так, как убрать пленку? А, вот. Так, короче, что-то не включается, он может разряжен, я не знаю. В комплекте здесь... Ну, я думаю, это неинтересно. Что здесь, шнур, зарядка, это все херня. Давайте я коробку сейчас уберу. Все, я поставил его на зарядку, он был разряжен. Сейчас мне нужно его активировать. И, соответственно, все, можно начинать пользоваться. В общем, друзья, смотрите на время. 2 часа 38 минут ночи. Я еще не сплю. Вот, время. Сижу сейчас, разбираюсь в ноутбуке. Точнее, я это уже сделал. Я все это время, во-первых, его зарядил. Во-вторых, настраивал под себя. Я, когда покупаю новую технику, я всегда сам, собственно, ручно все с нуля устанавливаю. Мне это очень нравится делать. Вот, сейчас я также все повторил. Самое главное, я поставил себе, установил, точнее, телеграм. Вот. Брокера. Инвестинг. Ютуб. Все на месте. Это самое основное. Еще чуть-чуть успел поработать. Вот. И, короче, вот так вот сидел весь вечер на диване под пледом. Разбирался. Ноутбук просто топовый. И вообще экран бомбезный. Он такой, ну, наверное, камера iPhone не передаст, но он такой плавный, такой яркий, очень приятный. Прям реально, ну, прям новый ноутбук кайфовый. Apple, конечно, делает вещи. Вот. На сегодня я буду закругляться. Пойду сейчас спать, потому что хочу уже спать. А ответы на вопросы буду делать уже завтра. Кстати, завтра я еще улетаю в Краснодар. Поэтому, возможно, уже буду оттуда продолжать снимать. Либо уже из дома. Не знаю, короче, по ситуации. Вот. А пока что я пошел спать. Всем доброй ночи. До завтра. Так, друзья. Всем доброе утро. Время 9.23 утра у меня. Я сегодня проснулся пораньше. Как я и говорил вчера, я сегодня вылетаю в Краснодар. Вот. И мне нужно собраться. Поэтому так вот рано проснулся. Вышло солнышко. Сейчас светло уже. И вот при дневном свете показываю вам два ноутбука, получается. Чем они отличаются? Вот старый. Вот новый. Это чуть побольше сразу видно. Вот. Ну, экран получше тоже как бы. Я думаю, вот так просто вам показываю. Здесь вы уже сами увидите. Конечно, с этим малышом мы столько всяких дел наделали. Он у меня уже 3 или 4 года. С ним столько всякого опыта. Получилось столько денег. Было заработано, потеряно и тому подобное. Вот. Но я не знаю пока что с ним делать. Пока останется у меня. Возможно продам. Возможно отдам кому-нибудь, подарю там. Не знаю. Посмотрим. Вот. А это новая история. Ладно, ребят. Я пошел собираться дальше. Потому что я уже немножко опаздываю. Вот. Я просто решил вам такой небольшой кадр записать. Сравнение. Потому что я сейчас улечу. И не буду брать с собой два ноутбука. И вот показываю вам. Ну что, ребята. Я в Краснодаре. Сегодня 16 мая. Вот. Я прилетел вчера получается. Но вчера я бы не работал, не снимал. Потому что, надеюсь, вы понимаете. Я там пока с родственниками встретился. Это то самое чувство, когда ты из другого города прилетаешь к себе в родные края. Пока там со всеми встретишься. Пока туда-сюда. И вот так вот день прошел. Вот. Еще плюс я вчера спал. Много чего-то устал с дороги. И поэтому продолжаю видео только сегодня. Я обещал поотвечать на ваши вопросы. Поэтому сейчас возьму ноутбук. Кстати. Вот он. Новенький. Со мной. Я уже использую его во всю. Вот. Приду сяду на диван. И буду отвечать на самые популярные вопросы, которые, по моему мнению, больше всего вы задаете. Все, ребята. Я сел на диванчик. Вот. Сейчас буду заходить у себя на канале под разные видосы в комментарии. И смотреть самые популярные вопросы. И на них отвечать. Поэтапно. Начать я хочу, наверное, с самого популярного вопроса. Ну, либо один из самых популярных вопросов. Это почему, собственно, на мне вот эта вот маска? Почему я не показываю свое лицо, свою личность, не раскрываю более детально? Я на этот вопрос уже, кстати, отвечал несколько раз. Но, видимо, там уже потерялась эта информация. Вниз ушли видео. И новые вопросы. Поэтому отвечаю сразу же. Ребята, пожалуйста, поймите, что если человек в интернете не раскрывает свою личность, то это делается не только по причине того, что я кого-то обманываю или занимаюсь недобросовестной деятельностью. Вы наверняка слышали поговорку, что тише едешь, дальше будешь. Вот. Я этой мысли придерживался всю жизнь. И буду придерживаться, потому что... Ну, во-первых, мне не нравится популярность. Я уверен, что таких, как я, много. И если бы кто-то из вас даже, например, начинал вести свой блог, наверняка найдутся люди и много, кто не хотел бы... Кто хотел бы вести свой блог, но не раскрывать свою личность, чтобы спокойно жить, продолжать свою жизнь. Чтобы там, условно, не было каких-то... Я, конечно, не собираюсь становиться, грубо говоря, каким-то миллионником, блогером, которого все узнают на улицах. Но, тем не менее, все равно мне нравится моя обычная жизнь. Просто это как бы... Я вообще даже не планировал, что мой блог раскачается до таких цифр. Сейчас уже практически 30 тысяч подписчиков. Мне это очень приятно. Еще раз всем спасибо. Но поймите, пожалуйста, мысль, которую я вам доношу. И это вполне логично. Я думаю, 99% меня поймут сейчас, согласятся. И этот вопрос, надеюсь, в ближайшее время больше не будет. Дальше следующий один из популярных вопросов. Это про крипту. Спрашивайте, когда будет про крипту. Ты обещал рассказывать. Я все помню, ребята, все будет. В ближайшее время уже начну. Следующий вопрос, это насчет стрима. Много человек пишут, типа, проведи стрим, давай поработаем в прямом эфире. И в таком ключе. Я уже отвечал, вот, тоже на него. Друзья, я работаю таким подходом, что... Ну, не получится сделать стрим. Мне что, делать стрим на 10 минут, потом выключать, потом опять включать? Типа, вот так вот в течение дня? Но это полная дичь. Я работаю подходом, я сажусь, вот, 5 минут поработал, там, 5-15, все, встал, на час ушел. Вот так вот я работаю. И не хочу это менять, потому что это мой подход. У меня так получается, и я не хочу иньянь ломать, так скажем. Вот, поэтому, ну, я могу как-то, конечно, сделать, типа, минут на 20 стриму, словно один подход, потом там поболтать с вами как-то, подключать на вопросы. Но пока надо, во-первых, разобраться, как это делать, вот, и не вижу смысла. Вот, в ближайшем будущем, может быть, рассмотрю и постараюсь сделать. Следующий вопрос, это чем я еще занимаюсь? Я много раз говорил, что у меня несколько источников дохода. Я зарабатываю не только с торговли, вот, но торговля – это мой основной, самый большой, так скажем. Короче, больше всего денег я зарабатываю на торговле, не буду говорить загадками. Вот, но помимо этого у меня есть еще источники дохода. Я зарабатываю на крипте, на инвестициях в крипту, на разных активностях. Вот, на, там, купил-продал по-быстрому на спекуляциях, вот. Потом инвестирую в фондовый рынок, вклады у меня есть, у меня есть недвижимость, у меня есть два офлайн-магазина, ну, про них я рассказывать не буду, потому что, ну, сами понимаете, вот, которые мне тоже приносят деньги. У меня есть проект по перепродаже машин, вот, но я этим сам не занимаюсь, там у меня занимаются люди, партнеры, которые просто на мои деньги работают. Вот, это основные, точнее, они основные, это получаются все, да, это получаются все мои источники дохода, но есть еще вложения в крипте, это то же самое, что, типа, в банк принести деньги, положить во вклад, только в крипте, там, чуть побольше процентная доходность, но я про это все буду рассказывать тоже вместе. Вот, и я, как бы, говорил, что я уже в интернете зарабатываю 5 лет, у меня уже был, до того, как я начал зарабатывать в торговле, были уже деньги, вот, и вот как-то так это все выглядит. Я придерживаюсь такой тактики, что я все, что зарабатываю, точнее, не все, что зарабатываю, а большую часть я откладываю, инвестирую и делаю себе состояние, так скажем, на будущее. Сейчас пока что я молодой, нужно работать, откладывать, смотреть на будущее, вперед, и вот этим я, собственно, и занимаюсь. Еще, ребята, очень много вопросов я сейчас считал, что касается именно работы, там, например, про налоги спрашивают, можно ли работать до 18 лет, там, про перекрытие, про такие всякие моменты, я здесь не хочу отвечать, потому что это долгая тема. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в телеграме мне, я со всеми на связи, реально, я всем отвечаю постоянно, вот у меня всегда один телефон в руке, и второй рабочий, в котором я всегда общаюсь, всем отвечаю, помогаю, вот, и пишите, пожалуйста, спрашивайте, там я подскажу. Сейчас я буду отвечать на вопросы такие более обо мне, более такие нерабочие, короче. Следующий вопрос такой, как я вообще пришел к данному способу заработка, что меня надоумило, как это вообще было? Вот, я тоже это рассказывал, я изначально пытался, сам тыркался на брокере, типа пытался зарабатывать, но все было безуспешно, я потерял очень много денег, я покупал обучение, я покупал консультации, покупал личное менторство там у нескольких отдельных личностей, это было ужасно, везде я терял деньги, вот, но надежду я не терял, и, соответственно, и самое, что главное, ребята, уточню, я работал на свободные деньги, у меня был заработок, я просто на какую-то часть этого заработка условно откладывал и пробовал, вот, не было такого, что я сливал все последние деньги, это полный бред, пожалуйста. Я здесь никого не обманываю, я только за добро, за то, чтобы все было хорошо, поэтому послушайте, если вы планируете начать пробовать работать с брокером, как это делаю я, либо уже делаете, ни в коем случае, пожалуйста, не работайте на заемные деньги, кредитные, на деньги, которые вам завтра нужно купить еду условно, это не кнопка бабло, вы их можете потерять вот так, и прежде чем вложиться вообще во что-то в этом мире, не только это, да, там, условно, не знаю, акции купить какой-то компании, подумайте о том, что завтра вам нужно кушать, что у вас, например, есть обязательства, семья, дети, условно. Конечно, молодым можно рисковать больше, если вы молодой парень, как я, например, можно, типа, какая разница? Я, например, если сейчас все потеряю, ничего страшного, я начну заново, вот, и к этому спокойно отношусь, но когда у вас уже есть ответственность, будьте внимательны, пожалуйста, и нужно все делать с головой. Я всегда это говорил, говорю и буду говорить. Вот, я остановился, тыркался, тыркался с этим брокером, не получалось у меня, ну, постепенно информация собиралась, я уже понимал, как устроен график, как там, от чего, что-то, как пляшет, я не разбирался в теханализе, но просто примерно понимал, вот, и мне не хватало только вот такого инструмента, как инвестинг, который мог бы выдавать какую-то уже аналитику, условно, в фоновом режиме, а я дальше с этой аналитикой работал, и вот, вот так вот я пришел к способу своему, как у меня это стало получаться, вот, и одновременно с этим я пришел к подходам, то, что я работаю, как бы вот не сел, грубо говоря, два часа не вылазно работаю, Я пришел к тому, что просто вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть в течение дня работать. И вот так вот все закрутилось, завертелось. И последний вопрос, это что касается канала. Челлендж я закончил, длился он 2 месяца. Вот, что дальше будет с каналом, что я буду рассказывать, что буду показывать, как вообще все это будет выглядеть. Вот, я буду дальше вести свой канал про заработок в интернете, буду также показывать свои результаты, все будет по-прежнему. Вот, но к этому добавляется то, что я буду рассказывать про крипту, потому что крипторынок это сейчас просто вот бомба, которую подожгли. И нужно успеть на нее запрыгнуть Точнее, не бомба, а ракета, которая завелась Нужно успеть в нее запрыгнуть, чтобы очень хорошо заработать В ближайший год-два Буду про это рассказывать Буду также про брокер рассказывать по торговлю Все, точно так же режим Ну и если будут параллельно появляться какие-то истории Всегда на протяжении всей жизни Каждый год появляются какие-то вспышки, на которых можно заработать Какие-то темки условно Хоть я это не люблю, но бывают такие возможности Про них я тоже буду рассказывать Поэтому буду также продолжать строить сообщество Делиться опытом и показывать красивый, прикольный контент Полезный и самое главное доступным языком Чтобы всем все было понятно Вот, на этом я это видео заканчиваю Спасибо всем за просмотр Надеюсь, вам понравилось Я старался сделать его в более таком лайвовом режиме Без работы, без всего Вот, и ставьте лайк, если понравилось Ставьте дизлайк, если не понравилось Все по традиции И увидимся с вами в следующих видео